Весь текущий сезон Барса пытается сделать невозможное Заменить одного из самых гениальных опорников в своей истории Всем привет, это тактический small talk номер 2 Сегодня вы узнаете, что делать, когда от тебя уходит бускец Подостальгировали? Хватит! В конце концов, все хорошее когда-нибудь уезжает в Интер Майами Летом 23-го Хави встал перед очень сложной, но понятной задачей Нужно заменить бускеца Чтобы найти оптимальное сочетание в центре поля, Хави нужно было помнить про два условия Во-первых, нужно встроить новичков Пюндагана, Ромео и Конселу Ну и адаптироваться к неожиданным травмам Сначала это был Педри, потом Де Йонг и, наконец, Гави Хави все эти условия принял к сведению и начал экспериментировать К чему это привело, покажут цифры В атаке Барселона практически повторяет прошлогодний темп По созданию XG, по передачам точным в штрафную и по касаниям внутри нее Главная проблема на сегодня – это реализация Ну, вы видите, явный спад Все очень расстроены, ведь мы доминировали, было много шансов В обороне ситуация тоже ухудшилась По допущенным XG, по передачам в штрафную и касаниям внутри этой зоны Поэтому логично, что количество пропущенных мячей возросло Но теперь давайте наглядно разберем, как же экспериментировал Хави Из всех новичков Барса самым выигрышным во всех смыслах оказался арендованный Канцелу В прошлом сезоне Жюль Кунде оставался в тройке справа в начале атаки и подключался выше по флангу Теперь же у команды появилась новая опция подключать ложного фуллбека в лице Канцелу Он с этой ролью прекрасно знаком благодаря Пепу Вот так Барселона перестраивалась на максимально атакующую систему Место Канцелу было на одной линии с левой восьмеркой и опорником А правая восьмерка поднималась выше Так возникала схема 2-3-4-1 Здесь, кстати, Лопес ситуативно оказался в роли форварда Универсальность Канцелу позволяла Хави варьировать идеи в зависимости от соперника и ситуации в игре Так в матче с Сельтой Барселона перестроилась на 3-2-4-1 после выхода Арауха и Ямала в перерыве В этом матче роль Жуау помогла Барсе спастись Ведь именно его открывание за спину Делаторе с позиции ложного фуллбека привело ко второму голу Ливандовского У Барселоны моментищи! Удар! И в той же роли фуллбека он стартовал в штрафную под навес Гави, после чего вывел Барсу вперед Ну вы помните Ха-ха-ха! Канцелу! Жуау! Жуау! Понравилось? Да, очень! Но это главное! Еще Жуау в любой момент готов убежать за спину, если видит разрыв между защитниками Здесь он воспользовался потерей концентрации Делаторе и навесил штрафную Канцелу за спину выбежал, подача в руки Вильеру Прямо сейчас Канцелу входит в топ-10 Ла Лиги по успешным обводкам за игры С ним Барселона более устойчива к прессингу и имеет дополнительное средство для взлома низких блоков Если очевидных вариантов для пасса нет, Канцелу прибегает к рывкам после обыгрыша Вот так против Бетиса он на силовом дриблинге ушел из-под давления Марка Рокки и высоко протащил владение Следующее важное звено это Фрэнки Де Йон, который начинал сезон на позиции левой восьмерки И похоже, что эта позиция практически идеальна для него Фрэнки делал владение в начале атаки устойчивее через точные передачи в нужные зоны и эффективно продвигал мяч Эпизоды с ним часто заканчивались качественным обострением, а иногда его же голами Не случайно в прошлом сезоне Фрэнки попал в топ-10 Ла Лиги по точным передачам в штрафную с игры Увы, непредвиденная травма Де Йонга вынудила Хави использовать на его позиции Гави Да, это очень грустный выпуск Еще один человек, который делал сочетание в центре поля практически идеальным Это Илкай Гюндаган На позиции правой восьмерки Илкай уходил выше и работал с пустыми зонами Илкай постоянно находился в ожидании заброса за спину Вот так выглядело идеальное взаимодействие восьмерок в этой структуре Левандовский отвлек Габио, а Гюндаган открылся ему за спину Это заметил Де Йонг и из низкой позиции сделал длинный пас Гюндаган в духе рывков Манчестер-Сити Сейчас открывался в центре атаки Оставалась главная интрига Кто же должен играть на позиции опорника? Попробовали Ромео, но оказалось, что конкретно в опорной зоне он слишком нестабильный Попробую! Ну окей, сохранять мяч через простые решения Ромео может Продвигать его через длинные передачи тоже То есть при владении он в целом под систему подходит Но в обороне Барселона Сориоли неминуемо теряет в надежности Хотя, надо сказать, что Хави сильно упростила оборонительную задачу Решив, что разрушать атаку соперников в центре поля нужно посредством персональных ориентировок И это помогало ошибаться реже Вот полузащита Барселоны разобрала центр поля Сильтой один в один Гави находился рядом с Бамба А Ромео смещался на фланг за Деллаторе и страховал Канцелу Но с Ориолем, конечно же, возникали проблемы В позиционной обороне он чаще терял концентрацию и, как следствие, упускал соперника В том же матче с Сильтой Ромео позволил Аспасу пробить из штрафной Хотя изначально находился рядом Вот он, Аспас, вот он штрафной, он не верит собственному счастью Еще одна проблема Ориоль неудачно контролировал пространство за спиной И не всегда успевал перестраиваться Вот, например, Ромео отвлекся на Терреца И оказался в стороне от эпизода с Баеной Смещение форвардов или вингеров соперника во время прессинга Барселоны Сбивают Ромео с толку Здесь Хави, если что, выручал бюндаган У него опыт работы в опорной зоне имеется Хави был умным футболистом, который вырос в умного тренера Он точно знает, как строить свою команду При таком опорнике у Барселоны меньше проблем без мяча Но все равно возникает дилемма Потому что исчезают его фирменные и очень полезные рывки в финальную треть с позицией правой восьмерки В общем, схему 2-3-4-1 можно назвать интересным экспериментом И, возможно, Хави продолжил бы над ним работать Но случилось страшное Беллингем и классик Кровахаль, штрафную Момент какой! И что? 2-1! 2-1! Это снова Джуд Беллингем! Поднимают руки игроки Барселоны Похоже, это поражение Хави взбесила не на шутку И заставила продолжить новые поиски Барселона решительно отказалась от использования канцелу в роли ложного фуллбека На постоянной основе Теперь при владении Хави окончательно перешел на схему 3-2-4-1 Правый защитник оставался в начале атаки За ширину отвечали левый защитник и правый вингер А в роли инсайтов рядом с Ливандовским действовали Феликс и правая восьмерка Уже внутри этой формации Хави начал проводить новые опыты, которые, кстати говоря, продолжаются до сих пор Эксперимент первый Изначально правее в начале атаки располагался Арауха Но перед матчем с Атлетикой Хави решил поменять его местами с Кунде Француз гораздо активнее подключался в атаку и делал ее агрессивнее Появлялся еще один вариант для пасса и дополнительный способ перегружать оборону соперника Вот так Жюль создал момент для Ливандовского после пасса Рафини Прострелку Д, удар выше ворот! Какой момент снова у Роберта Ливандовского? Эксперимент 2. Позиция Канцелу Вот это пространство, оно очень выглядит стремно в сегодняшнем матче Тут Канцелу С Реалом он играл справа, но после классика Хави внезапно перевел его налево и образовал связку двух Жуау Феликс, он еще своего слова не сказал Да Канцелу отвечал за создание ширины, ну а Феликс привычно смещался в центр и номинально становился инсайдом Канцелу, штрафную, Феликс, ответная передача, опасно, Канцелу убрал Яна Коуту, пробил сам и опять Гассанига на пути мяча Лучше плохо играть и выигрывать, чем хорошо и проигрывать Ну а что стало со знаменитым барселонским прессингом? В новой структуре Хави от интенсивности не отказался Большая нагрузка снова легла на плечи атлантов, опорников Гюндаган и Де Йонг должны выполнять очень большой объем работы Во-первых, они участвуют в высоком давлении и помогают возвращать владение Яркий эпизод, Гюндаган сместился на фланг за Антуаном Гризманом, перехватил передачу и начал новую атаку команды Во-вторых, им нужно опускаться в линию обороны в рамках персональной опеки и для подстраховки защитников отрывков за спину Именно так левый вингбэк Жироны Мигель Гутьерес попытался открыться в зоне между Араухой и Кунде Но благодаря концентрации Френки разрыва между ними не произошло Центр поля стал надежнее, но обострилась другая проблема Справа Барселона прессингует эффективнее, чем слева Вот Цыганков выдернул за собой Арауха и фактически поменялся местами с Яном Коуту Концелу замешкался и оставил Коуту без опеки, допустив развитие атаки Подобных эпизодов у Барса довольно много Ян Коуту налево, Савио против Кунде Ну, вы сами понимаете, насколько все хреновастенько Насколько успешно Хавио справляется с перестройкой Барселоны, судите сами Если хотите мое мнение, возможно, Хавиер Эрнандес действительно сам себя запутал Но это точно не повод истерически призывать его уволить Главное, что Хавио в поиске стабильности все еще и не боится рисковать Посмотрим, что будет дальше А пока не забываем ставить лайки новым тактическим выпускам И делиться в комментариях своим мнением, кого же стоит разобрать дальше Всем пока!